Всем привет! Несказанно рад вас видеть и читать. Спасибо вам за то, что пишете комментарии. Мне это очень интересно все. Иначе бы я этим не занимался. Вот этими разговорами, которые отнимают у меня достаточно много времени. Но мне это интересно. Поэтому я продолжаю все это делать. Извините, что не отвечаю на все комментарии. Потому что времени, как я уже сказал, его не всегда хватает. Потому что приходится и работать. А свою работу я люблю. И уделяю ей гораздо больше времени. Вот так вот закручивается безумный монолог. Говорил я как-то о группе Крим. Уже есть один ролик у меня. А вот я только что слушал Queen's of the Stone Age. И поговорю о нем в другой раз. А сейчас продолжу про группу Крим. Про этот альбом я еще ничего не сказал. Ни словечка. Хотя Disraeli Gears. Это, ну как сказать. Я не могу сказать, что это лучший альбом группы Крим. Потому что следующий альбом, Will's of Fire, еще интереснее. Хотя, казалось бы, что интереснее, чем Disraeli Gears. Записать ничего невозможно. Не только группе Крим, а вообще кому бы то ни было. Просто всего того, что здесь такой полет фантазии. Такая композиторская история мощнейшая. Так все здорово сыграно. И такое взаимодействие между тремя музыкантами, которые друг друга ненавидели. И дело доходило до драки. И они не разговаривали между собой. Но единственное, что Эрик Клэптон, он метался между Джинджером Бейкером и Джеком Брюсом. Которые просто дрались. Просто в кровь друг друга мочили постоянно. Но, тем не менее, в студии работали. Все сыграно. Все во взаимодействии. И все удивительно здорово звучит. Записанный альбом был, если мне память не изменит, за три с половиной дня. В Соединенных Штатах Америки, куда группа приехала после успеха своего первого альбома. Фрэш Крим. Приехала в Америку. Но не в официальный тур, а по приглашению какого-то диджея, который устраивал безумные какие-то шоу. Повыступать на этих шоу. Все было так себе. Потому что организации никакой не было. Крим там играли две песни всего в этих шоу. И, в общем, как-то было все так-сяк. Но у них была возможность пойти в студию и поработать там. Но американская виза заканчивалась. Американские визы заканчивались у всех у них троих. Времени было очень мало. Оставалось, по-моему, там дней шесть или семь до отъезда уже в Англию. И вот эти шесть дней они провели в студии. Ну, собственно, сама бы себе запись заняла три с половиной дня. Остальное время уже там подчищали. Предварительно что-то сводили. Предварительно микшировали. Потом, конечно, это дорабатывалось уже, видимо, все в Англии. Потому что такого качества материала за три с половиной дня невозможно сделать. Каким бы ты гением не был, как бы ты здорово не играл, это физически невозможно. Тут очень много всего интересного. И что здесь? Происходит у нас. Во-первых, уже, наверное, многие читали, знаем, на обложку смотрим, что это то, что называется психоделический рок. Ну, 67-й год, это было модно. И правильно сделали, что пошли в сторону этого самого психоделического рока. Потому что это расширило значительно границы их творчества. Песни получились, на удивление, хорошие. На удивление. Почему на удивление, я не знаю. Почему-то так сказать. Песни получились просто очень хорошие. И они получились в стиле, конечно, больше Джека Брюса, нежели в стиле музыки, которую любил Лэри Клэптон, склоняющийся к классическому блюзу все-таки больше. Недаром он убежал из группы Yardbirds за невозможностью исполнять эти поп-песни, которые заставлял Джорджу Гомельски сочинять и исполнять группу Yardbirds. А Джек Брюс, я говорил про один его сольный альбом, про первый, и расскажу про следующие его номера. Он, конечно, полистилистический музыкант. Он и в джаз уходит, и в классическую музыку, и в этнику, и куда только не уходит. И в том числе и в классический блюз. И все это вместе у него получается так ярко, так калейдоскопически удивительно красиво. При этом он замечательный бас-гитарист, клавишник. Он как, я не знаю, он такой мультиинструменталист. Он все мог, все умел, все знал. Прекрасно пел. Основной вокал же в Крим это Джек Брюс. А Джинджер Бейкер его ненавидел. При этом они соперничали. Соперничали они все, потому что в Америке вообще считали, что Крим это группа Эрика Клэптона. Что вызывало ярость и у Брюса, и в особенности у Бейкера, который считал Крим своим детищем. Собственно, он фактически, он его и собрал, и сцементировал эту группу. И, конечно, это был такой кипящий котел. Но это все дело десятое. Тем не менее, появилась песня Стрэндж Блю, прекрасно сыгранная с замечательным соло Клэптона. Основа и блюзовая, и чуть-чуть фанка там добавлено, и тяжелая, и с отличным вокалом, и заводная она. То есть все в ней просто собрано. Все собрано, что хорошего можно было сыграть в 1967 году за три с половиной дня. Песня просто замечательная. Sunshine of your love – это хит, если можно так выразиться в отношении серьезных музыкантов. Хит, вообще я не люблю слово хит. Противно очень. Очень противно. Потому что всякое дерьмо становится хитами. Это хит, это хит. Фу, ну плевать и забыть, и растереть. Sunshine of your love – это классический блюз со сбивками, с такими неожиданными ритмическими штучками, которые потом уже вовсю стала использовать группу Led Zeppelin. Здесь вообще такой учебник группы Led Zeppelin, я бы сказал. Все, что здесь сыграно на этом альбоме, это все мы потом услышим у знаменитого этого самого нашего дирижабля. Именно ритмические построения, неожиданные риффы, неожиданные такие стоп-таймы. Вот это все прямо туда-туда-туда-туда-туда. А дальше вот очень интересно начинается World of Pain. Outside my window is a tree. Вот этот пространный, психоделический, таинственный номер, абсолютно не блюзовый, абсолютно внестилевой какой-то. Ну, можно там Битлз вспомнить, конечно, какие-то Ленноновские вещи. Но Джек Блюз, он сам по себе композитор. Ему Леннон не нужен как подпорка, он сам в состоянии написать все. И это чудесная, таинственная, мистическая какая-то такая вещь. Пространная, как я уже и говорил, и по-хорошему парализующая. Так останавливаешься, когда ее слушаешь. Вот после, особенно после первых двух, после Strange Blue and Sunshine of Your Love, ждешь продолжения вот этого тяжелого блюза гитарного, чуть-чуть изломанного в преддверии Ледзеппелина. И вдруг на тебя вот эта красота наваливается. Просто удивительно, World of Pain. И Dance the Night Away, следующий номер, в том же абсолютно духе. Только пояростнее немножко. Немножко пояростнее, немножко больше такого откровенного рока в ней. Но она такая же просто. И, боже мой, что это за группа? Это Крим, это те самые Крим. Они играют вот такую музыку. Надо же, как интересно. И ждешь продолжения, ждешь продолжения вот этого уже. Ну, опять-таки можно вспомнить там Beatles, да, Здравствуй, Musical Mystery Tour. Там вот сейчас пойдет какая-то красота неземная. Но тут подгадил Джинджер Бейкер. Потому что он самолично написал песню Blue Condition. Сам ее спродюсировал, сам сделал аранжировку и сам спел. И слушается это настолько... Я не произносил слово отвратительно. Нет, нет. Потому что музыканты сыграли все здорово. Но так неожиданно и так как-то... Ой-ой-ой. Это что такое? После вот этой красоты World of Pain. Да. Но музыканты имеют право на шутку. Но сыграно-то хорошо все. Нормально. Джинджер Бейкер спел. И бог с ним. Музыкант он хороший. Вот Tales of Brave Ulysses совсем, совсем просто перекрывает и World of Pain and Dance the Night Away. Просто перекрывает напрочь. Это гении психоделического рока 67-го года. Пришли сюда вдруг не из Калифорнии, не из Нью-Йорка, не из Сан-Франциско, а из Англии, из Туманной. Это потрясающий номер совершенно. С блюзовой гитарой при этом Клэптона. Но вот это просто... Это не лето любви даже, это лето каких-то размышлений. Лето каких-то открытий и погружения в тайну. Вот что это такое. Ну, следующая песня носила название... She walks like a birded rainbow. Она гуляет, как бородатая радуга. Но название такое длинное, что выглядит оно как SWLABR. Аббревиатура. И много лет люди пытались в России понять, что же это значит, пока не узнали расшифровку этой аббревиатуры, которую я тоже не знал и вычитал. В общем, несколько десятков лет назад. Тем не менее. Я не могу сказать, что эта песня на меня производит огромное какое-то впечатление такое. Единственное, что здесь тот же самый учебник для группы Лыдзепелин. Это блюзовая история с ломаным ритмом, с фанковыми какими-то такими вкраплениями, с душком, я бы сказал, фанковским и фанковым. И с неожиданным ломанием ритма, с такими уходами куда-то в сторону ритмическими, потом возвращениями. Все это в достаточно таком приглаженном виде, но разовьется все это уже потом Джимми Пейджем и товарищами. Конечно, они слушали этот альбом, и, конечно, очень много отсюда натащили. Outside Woman Blues – та же самая история. Блюз, наложенный на подземный фанк. Чуть-чуть где-то он там просвечивает. «Take it back» размашисто, попроще уже, но уже в сторону чистого блюза. «Take it back» Это уже Лондон. Это пошел настоящий Лондон. Никакого лета любви. А чистое гуляние по Пикадилли с подружками, с гитарами. И мы идем в клуб, и будем там отрываться уже по полной программе. Очень все хорошо. Ну, про Мадос Ламент можно ничего не говорить. Это просто пьяный хор хороших мужиков, которые собрались в пабе. Опять-таки, ну вот, по Пикадилли погуляли с песней «Take it back». И, оказавшись на родине, виза закончилась, слава богу. Это Америка. Нам уже в гробу мы ее видали. Тем более, что шоу было неудачным. Там поехали к себе домой, «Take it back», погуляли по Пикадилли, по Корнави-стрит и пошли в паб. И там уже, махнув по кружечке, записали прямо вот «Мадос Ламент». Там это все есть. Там все это вот, все это пивные бары, все это, все прямо оттуда и пришло. Я, кстати говоря, был так разочарован лондонскими пабами, когда оказался в Лондоне. Я там один раз всего был в Лондоне. Так меня они разочаровали. Там так, оказалось, что так мало пива. Мало пива в Лондоне, в пабах, мало. Один-два сорта. Спасибо. Про закуску я вообще не говорю. Вообще даже не говорю, потому что ее нет. Ну, нет. Ну, там какое-то что-то там, эти рыбные какие-то, эти палочки. Дело не в этом, дело уже в общении с хорошими людьми. И я бы с удовольствием с Эриком Клэптоном, с Джеком Брюсом посидел бы в лондонском пабе, даже несмотря на отсутствие хорошего пива. Нет, на самом деле там такие хорошие пабы есть, но их надо знать. Они не то, что как у нас на каждом углу. Вот, я пойду и выпью за этот замечательный альбом. Он действительно замечательный, уникальный, потому что я не... Ну, сравнить его можно с десятью, наверное, величайшими альбомами. Альбомами там шестидесятых годов. В десятку он точно входит, включая там Сержанта Пеппера и других-других-других. Там The Piper, The Gates of Dawn и прочие-прочие-прочие. Но таких немного. Так что пойду за него и выпью. Спасибо. С вами был я. Пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok